вот они как вот она сидит сейчас мы будем смотреть чего я там есть это сегодня 23 марта а где он вон там видать нет да видать мы все отходим сейчас буду кричать чтобы они вышли гуля 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 ну-ка на прогулку погулять гуля 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 по-моему там какие-то изменения гуля 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 наверное выводится уже гуля 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 что-то все утро воркует если воркует это что-то есть потом сильно так ворковал вот запись события дня делали гуля 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 выгонять нельзя трогать надо чтоб сами вылетели как он только вылетает крыльями захлопал она тогда может выйти из гнезда но если там малыши она и не выйдет может среди дня он прилетит прям сразу чтобы тепло дать с грелкой гуля 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 такие не вылазят ну-ка вылазь скорее гуля 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 вчера как раз было 40 святых же воронку пекли 40 Это озеро находится в Турции, а такое же похожее в Армении. Мы там были, купались и думали, что там оно есть. Ну, нам как сказать, правильно-то, неправильно. И казнили-то их там уже, кажется, в 320 году уже, кажется, уже и Константин-то пришел. Да, ну вот так было. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 да жена же, смотри, не вылазит. Вот он. Это он сам, нет? Да, это он самец. Хороший гуля пошел гулять. Ну, теперь она должна выйти бы. Если она не выйдет, то... Все, заходи скорее, посмотрим, что тут есть. О! Посмотри, какие. У-у-у-у! Два вывелится. А главное, где же вторая-то? Я их сейчас в руки возьму, показать. Ой-ой-ой! Кого тут я вижу-то? Посмотри еще. Этот пальцы, с пальцами сравни, какие. 23-го. Вот они. Слепыши, но только из яичка вышли. Тот он сегодня и ворковал. У него сегодня жену из роддома приводит. Вот они. Но в оба они черные будут, потому что они дикари. Вот она, почему такая была. Не вылазила никуда. Ой, я тут застрял. Да, она вчера сидит, она сидит, а вон ее там голову ей расчесывает клювом, расчесывается. А потом сидит, вот соломинку одну взял, ей дарит. Соломинке, у нее больше ничего и нету. Но соломинка в то время это, значит, подарок. Сейчас я маленечко тут возьду. Прещаем. Успокоиться. Вот это тут, еще там у него. Ну я им тут отдельно даю, и иска хватает. Все, сейчас она сейчас должна сразу залететь. Смотри, как она сейчас кинется. Вот она. О, с какой скоростью. Иди скорее, посмотри. Гуля, гуля, гуля. Вот она, все, пришла. Вот как наблюдаешь, вот она. Не задавит, еще тепло. Грелка. Электрическое одеяло. И греет электрическую шерсть. Это я утром убираю лишнее, там еще у них появилось. А теперь он будет, а то смотри, как он сойдет. А интересно, это только вот одно яйцо. А второго нет яйца. Я его положу здесь, им надо будет потом отдать. Второе съели, видать. Кожурку. Корова, вот послед, который есть. Это, как говорят, родился человек в рубашке. Ну, послед, вот что, завернутый. Ну, там, плод этот. И вот у них точно та же. Корова съедает его языком. Зализывает и съедает. Вот она, смотри. И он тоже торопится. Его надо сейчас закрыть, чтобы он не лез туда. Давай, вылазь. Вот так. Чтобы он успел поесть, я сейчас закрою. Она все равно не выйдет сейчас. А мне надо его накормить. Он сейчас будет кормить. Спустись. Отойди назад маленький. Понаблюдай, я буду комментировать. Иди, ешь. Сейчас он будет есть, успокоиться. Обязательно. Там у него вверху под ногами глина, песок и соль. А здесь пшеница. Ну, это отходы. Мне Игорь Барабаш дает. Лущеный горох и семечки. И рядом тазик с водой. И когда на улице жаркая погода, он знает, купается. Пошел сначала глины поесть солью. Это я ему там баночку установил. Вот он как это. Вот надо. Я всегда тут держал породистые голубя разные. У меня были стрижовые. Вообще, как сигнал какой летает. Быстро, быстро летает с поворотами. У меня шесть пород одновременно было. И ночью колонок залез и всех погубил. Всех до одного. Виктор залез, как поле брани. Раскинув крылья, все голуби мертвы. Все. Виктор говорит, я заплакал, что он за ними ухаживал. Они были на балерине. У меня такое есть там башня. Балерина. Это аббревиатура. Башня. Летняя резиденция Игнатия Начальника. Вот. И тогда створили ему большую. Очень большую построили. Высокую. Крыша 9 метров 60 сантиметров от земли. Голубятню. Она стоит на четырех пасынках бетонных. Без Виктора Николаевича ничего бы не сделали. Но потом достал железные плиты. Положили из столбы. Они идут на сужение кверху. И упираются в железную плиту. И по ним туда и хорьки, колонки. Лезут дальше никуда. Но оказалось, что ветер дунул, наклонный. И она начала сползать. Башня эта. Очень опасное положение было. Но. Вот по милости Божией. Я сказал. У нас в Патеряевке-тое был Роман Малыш. Он просверлил дырки. Они подпорки со всех сторон. Трубы. Металлические. А потом Зоновы были здесь. Отец с сыном Николаем и Евгением. Они помогли. Прикрутили. Ну. Все вот так вот. Сохранили. Голубятни. А вторая там, где Володя живет. У него на дому. Бывший Калашников дом. Там. И вот я больше люблю наблюдать сейчас не за породистыми, а вот за такими дикарей. Вот поймал двух. И оказалось, что одна самочка. Очень такая хорошая. Вот он сейчас поест. Поест. Потом я открою. Он туда залетит. И сразу примет вахту. Сядет на них. Вот, пожалуйста. Вывелись они вчера. 22-го надо пометить. Сейчас я в ней их не мог записать. Я не знал. Один или два. Два. Оба. А первый раз был только один у них. На улице еще нету ничего. Нету. А здесь уже второй выводок. Притом этот выводок только-только недели две пройдет. Она уже опять мастится. Он совсем маленький. Ребятишки-то у них. Она уже новое гнездо организует. Более у меня два гнезда там можно делать рядом. Вот он. Все на этом. Наблюдение. Ну вот, кто не любит голубей, как он будет? У злого человека голуби не водятся. Вот такая есть еще. Это не аббревиатура. У нас Алтайская правда, губернтская газета. Огромная статья Наталья Сохарева написала. Брала интервью у разных голубеводов. И под заголовком у злого человека голуби не водятся. Ну, как определить злой, не злой? А вот по голубям определитель. Другого нету. Они свинью могут держать. От голубя пользы никакой нету. Голубь голубка я с детства люблю вас. Польза от вас никакой. Вы без защиты не клюнете клювом. Об этом особой строкой. Я могу попутно даже в интернет сейчас зайти и голубь голубка проиграть. Подожди-ка. Ну, пускай он тут. Сейчас попутно. Не бойся, не бойся. Я тебя не трону. Вот сейчас я зайду. Голубь голубка. Где-то посмотреть. Вот это здесь, наверное, у меня голубь голубь. Голубь голубка по Библии, по житиям святых. Птицы есть разные, чудно прекрасны. Сокол, павлея, шуравли. С кличка орла люди смелые, классные. Улит болотный сидит на мели. Ласточкой девушку милую кличут. Курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун, стервятник, стервозных обличья. Совы бесшумны, у дядла жесток. Голубь голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. А вы об особой строкой. Разное все, кто как к пище стремится. Пенье, полет, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу. Церковь невесту из глаз не для бог. Голос голубки и стоны рабыни. Равно к творцу вопьет. Кротости наши отнюдь не гордыни. Равно христовых приют. Голубь голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Голубь голубы, как овцы в загоне. За место, за пищу дерутся всегда. Горлец голубку несли по закону. Жертву за грех или если беда. Крылья молитвы блестят серебром. Золотом перья искрятся. Голуби мира, светкой добром. В новый ковчег возвратятся. Голубь голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. С тоном тоскующим из эмиграции Ролуби сны стрепенутся. В небе лишь белые, в небе нет красных Перед престолом Иисуса. Души святые, голубкою нежной В небо уходят, покинувши нас. Духа святого, виденье все реже Голубь напомнить не раз. Голубь голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Голубь голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Виктор Николаевич музыку написал. Сам играет и сам поет. А тут разные голуби, видите, выкинуло. Ну все это там я. Вот здесь вот, что тут? Голуби мои. О, а там я поднимаюсь в второй, третий, четвертый этаж. Голуби эти. Крыша у нее 9 метров 60 сантиметров. Вот это класс, видишь какие лестницы. Это с третьего этажа на четвертый этаж. Вот, теперь крышку я закрываю. Ну и открыть надо. Посмотреть, я сегодня только из Барнаула. Не знаю, как они тут. Вот они мои голуби. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ну-ка давай туда посмотрим. Потом обратно вернемся. Семь. Вот, восемь, девять, десять. И в ногах вот одиннадцатый. Вон он оперируемый. Сейчас я его постараюсь захватить. Он залезть туда. А тот перегород, что-то я убрал. Ее надо туда согнать, а там поймать. Мы ему операцию делали. И надо посмотреть последствия операции. Закрывай тут. Операцию делали. Теперь уж не хорошо, но сели кнопки. Вот он где. Попался. Хороший голубь. И шпоры я им подрезаю ножницами. Ножницы. И вот так вот щико я их отрастаю. Потому что он путается здесь. Иногда может погибнуть. Вот так. Этого достаточно им. Я знаю, что они хорошие. Вот здесь у него была шишка. Вот шишка-то как будто бы меньше. Просто мы кожу не убрали. Кожа осталась. Вот ее прооперировал. У нас есть студент медицинского университета. Студентка шестой курс. И студент на втором курсе. Вот она. Тут все мы выбирали. Ага. Ниточка еще торчит одна. Так. Постой-ка. Закрой глаза. Закрой глаза. Вот какие они у меня. Все белые. Все с шиньончиком. Так. Ну-ка, давай сюда на улицу посадим тебя. Ну, подожди, подожди, подожди. Подожди. Ну. Что такое? О, какой красавец. Ну. Еще. Давай. Вот он как. Вот он пошел куда. Можешь подняться. Вот я просто покажу. Это длинный. Это 23 минуты. Я буду показывать. На другую голубятню повесел. Даже перекину вот маленечко. Поехали. Поехали. Ну, я не могу этого сказать. Я скажу, что оперативно. Нормально. По телефону только поговорил. Сослался на кого. И они сразу все сделали. Поэтому я никого не опровергаю. Так, кто... Так, что это такое? Сейчас прервалось. Ты из гнезда вывалился. Вот они его. Красота-то его отлетела. Ну, теперь двигаться можно тебе, а? Дружок ты мой. Видите, люди очень ценят вот это, что... Как ездят на них уже больше 20-ти, опять. Ох, и плодятся они. Это она вторая большая голубя. Это жарку приносили голубя. Их хватало на весь индраиль. Это Володя плачет. Сотни тысяч, наверное, голубей этих. Один раз мне пришлось селекцию делать. Это убрать. 300 голубей. Три сотни. Вот теперь я сейчас отхожу. Ну, ладно, здесь все понятно. Таких у меня про голубей тут очень много. Интересно, у меня сестра у старообрядцев. Ну, я ей говорю, ты поищи у старообрядцев голуби держать, нет? Вот они такие старообрядцы. Главный герой у них это Федор Студит и Максим Исповедник. Ты лети, переходи к нам. Оказалось, нигде не могли найти в течение двух лет. По всей стране искали, чтобы был голубятник. А потом одного нашли в Красноярском крае. А он недавно, говорит, от Никоньян пришел к нам, то есть православный человек, но пришел с голубями. Вот я ухватился за фразу, что у злого человека голуби не водятся. А что они все злые? Я не про это говорю, просто они водятся у них и все. Они говорят, ой, братка, она меня братка зовет. Когда строили храм, а голуби иногда прилетают, да бабки даже и те камнями в них кидали. В голубей. А почему с детства так настроены? Все еретики. Если с ними познался, все. Что интересно, не встретил ни одного еще старообрядца, ни в интернете нигде, чтобы был юмор. Юмор какой-то, хоть какой-то, никакого нет. У меня вокруг старообрядца нет попутно. Ну, будьте как голуби, просто никак. У меня два ребенка были старообрядческие. Хорошие ребятишки, Рома и Илюша. Ну, просто молодцы, там на пятерке учатся. Ну, они к нам в храм-то заходили, но по-своему пальцы складывают, все, разрешают. Ну, и сидят, одна у нас работница ГТРК была, Оля Унагаева, они сидят на скамейке. Я этот снимок поместил, к старообрядцам попало. Ну, что сказать, на свежем воздухе, по теряйке сидят. Нет, это не иконьяне, наших старообрядцев, ребятишек выгнали. Даже на богослужение им нельзя заходить. Это все придумать надо, придумать. То есть у них голубей нету, они не любят, и свиней держат. И оправдали. А почему свинину едить? А Христос желчью свиною был, дали ему, когда на кресте висел, значит, желчью свиною. Ну, оправдать. Ну, даже если и так было, но это насильно было. Повеления-то не было. Да я не против, ешьте вы копыта хоть свиные, но врать-то не надо. Голуби у злого человека не водятся. Я еще раз доказываю. На меня что-то не говорят, а у меня только там три голубятни. Вот здесь у меня голубятня большая. И в комнате живут. Да еще в комнате двухэтажная коробка. Вот сегодня я это все показал. Голубь одна только животина определяет человека, какой он есть. Я встречал людей, которые даже преступники были. А теперь голубятня там в зоне у них. И ставят человека над ними. А у него тяжелая статья. Я разговаривал с ним, а он добрый. Добрый как? Да по пьянке меня подвернули туда. Говорит, я и бить-то не бил человека. Ну, так было. Это очень сильное определение. У моих врагов на меня нападает. Ни у кого голубей нету. Нету. Вот сейчас ролик есть. Дядя Вова, мы с тобой. Там про Путина еще только. И снимок показывает. Там Шариков сидит. И профессор Преображенский Филипп Филиппович. И профессор за голову рукой так взялся. А Шариков ему говорит. Избрали. Хорошо сделали, что избрали-то такого президента. Сегодня у нас здесь-то Путина-то. Вот теперь он и ведет порядок. О том, в стране раздрайда коррупция 18 лет была. Юмор-то в чем заключается? Да, он и был как раз хозяин страны. И этих миллиардеров наплодили, как говорят, в шеи нагашники. Мигом. То есть разграбление идет. Коррупция. Законы, ненужные должности. Ну все разобрать-то. Вот юмор, он тяжелый, но это юмор. Это юмор. И где не посмотришь, везде как-то. Если юмор есть, народ еще не умер. Вот такое есть. У соревновляцев юмора нет. Попутно сказать. Вот он сидит в комнате. Видишь, как он клюнет, и носом вот так в сторону. Курица ногами разгребает ниже. Вот даже ворох пшеницы огромный у Игоря. Зайдут, на ворохе пшеницы курица стоит и разгребает. Но она высота 2 метра с лишним этого вороха, чистой пшеницы с поля. А она все равно его разгребает. Это тоже. Ну бери, клюй. Нет, он клюм вот так. Голуби очень глупая птица. Вот он, хлеб если бросить ему, там кусочек, он вот так в него нос клюнет, а потом дернет, если оторвал, а кусок куда-то улетит. Он не может его, как вот птица, синица большая, жулан называется, он маленькой семечке, он отлетит, зажмет его там где-то к дереву, и клюет, расклюет, и... А это не может так воробей, тоже маленько задерживает. А этот никак, только рванул, отлетел, и даже ест неправильно. Вот ласточка, у нас в храме ласточки, и видно, как она из него, ласточонок оправится, и она берет клювом и выносит. А этой голуби никак нет. А как он поворачивается, попятится маленько, и на край оправился. И когда голубеты, голубеты вывезутся, вокруг него брустер, и получается гнездо слепленное. А у коршунов, коршуненка держали, тот на край гнезда. Потом, когда струя метра на два летит-то, и где, если там есть коршуненок, то погадка называется. Вот она, как и известная. Все растения, все вокруг дерева есть. У нас в лагере, когда они оправлялись, там хохот стоял, как он. Рядом не подойди. Попутное голуби. Я не знаю, чтобы голубя можно было тренировать. Только что прилететь, поесть. А так, чтобы, ну вот как ворона, везде ворона. Это самая умная птица у нас здесь. Там бывает ворон, голубь. Но вот Господь избрал из всех птиц только голуби. Вот сейчас играли песню, и сбоку строчки написано место писания, откуда взято. Кому надо, те пересмотрят. Любите голубей, не будете злыми. Вот как они. Пожалуйста. Вот 22-го вывели. Я вожусь всю жизнь, с пяти лет примерно с голубями. И возможности не было держать. Но все равно, вы прошу помню, у председателя колхоза Блатов Иван Андреевич был. И как-то зачем-то я к нему ходил. Послали. Я увидел, голубь у меня сидит. Я пришел, и дядя Ваня, мне голуби. Он говорит, да у меня только одна пара. Ну он и хороший был, председатель колхоза. И он ее ночью стемнялась, говорит, приходи. И он снял, и мне отдал эту пару голубей. Сезарии дикие, дикари. Вот он сидит. Пожалуйста. Не бояться ничего уже. Я рядом прямо сижу, сейчас сяду, буду заниматься. А он как сидел, так и будет сидеть. Я сейчас подойду даже, Господи, помилуй, богослови. Я сейчас сяду на стул. Не надо заниматься голубей. О, улетел. Вот он улетел. О, у меня столько разных роликов с голубями. Вот он сидит. Все. Мне давали бесплатно. Я ни одного голубя не продал. Один раз только продал, одному мальчишке. И то бабка пришла, деньги отняла. Но я уже большой был, лет 7 было. Один у меня купил. Один раз в жизни. А остальное мне дарят, бесплатно, для детей. Все.